Был вызван свидетель Асанов Рамазан, это в прошлом имам Бахчисарайской мечети, сейчас он является, как он пояснил, учителем в Азовском медресе. Складывается такое впечатление, что люди по-разному себя ведут и в ФСБ и в суде, но можно сказать, что они достаточно откровенные в суде, а что подталкивает, не читая, подписывать протоколы в здании ФСБ, ну, наверное, само нахождение в здании ФСБ, можно так сделать такой вывод. Уже какой по очереди у нас свидетель, он в суде поясняет, что у него не было информации, он не понимал, что он, оказывается, стал свидетелем по какому-то уголовному делу, тем более по уголовному делу в отношении своих соотечественников. Как вчера, собственно, свидетель Ганиев, так и сегодня свидетель Асанов пояснил, что он не знал, что он является свидетелем по этому делу и был крайне удивлен, когда ему повестку... И очень сильно, конечно, возмущает и удивляет, когда ребятам предъявлено такое страшное обвинение, это участие в террористической организации, то есть статья террористической направленности, когда нашим подзащитным грозит до пожизненного срока лишения свободы, прокурор начинает задавать вопрос, а проводились ли религиозные праздники в Бахчисарае, а проводили ли ребята эти праздники, а каким образом они проводились, а мальчики были с правой стороны или с левой стороны, а девочки были отдельно от мальчиков или вместе они были. Вот такие вопросы прокурор задает по таким вот страшным обвинениям. Конечно, потом это не просто удивляет, это возмущает. Что опровергается теми свидетельскими показаниями, обвинения, это не свидетели защиты, это свидетели обвинения, которые подтверждают, что все, что указано в обвинительном заключении и в обвинении, это абсурд. И сегодняшний свидетель это еще раз подтвердил. Свидетель также пояснил, что те данные, которые были оглашены в протоколе, записаны, говорил не он, а говорил сам следователь. И это было с его слов, со слов следователя именно. А сам свидетель такого не говорил. То есть была беседа на общую тему о существующих в Крыму запретах с 2014 года. А следователь уже туда дописал конкретные фамилии. Для всех, кто нас смотрит, чтобы вы запомнили и передайте всем, кого знаете. Если вас пригласили в ФСБ, в любой другой правоохранительный орган и с вами беседует следователь, а потом вы подписываете протокол допроса, знаете, что по-любому вы будете выступать в суде. Вас по-любому вызовут, обяжут явиться в суд и также давать показания. И вы будете свидетелем обвинения. По закону, если вы даете показания, подписываете протокол допроса, вы обязательно будете вызываться в суд. И здесь уже ваши доводы о том, что вы не читая, подписали протокол, их просто суд, учитывая обвинительный уклон судебной системы в России, их никто не будет брать во внимание. И в приговоре будет написано, что взято во внимание и приговор в 17-20 лет основывается на показаниях такого-то, такого-то данных под протокол. Вы подписывали? Подписывали. Читали? Нет, не читал. Ваша проблема. Вот следователи объясняют очень много и разговаривают о многом, но никому из этих свидетелей они не раскрывают этого момента и не говорят, что они обязаны будут являться в суд и там давать тоже показания. Даже если вас вызвали просто в качестве свидетеля, даже если вас попросили просто что-то рассказать, мой совет, всегда идите с адвокатом, потому что последствия, ваши показания, на первый взгляд, безобидные, как вам кажется, они ложатся вот в основу приговора, обвинительного приговора, по которым людям потом дают 17-20-25 лет.